Сострадание есть главнейшее, может быть, единственный закон бытия всего человечества. Идиот Достоевского. Роман уникальный, о нем уже 150 лет спорят. Что это? Попытка нарисовать идеального, неиспорченного цивилизации человека, или карикатур на него, или нечто третье. Режиссер Константин Богомолов представляет в Линкоме свой опыт прочтения истории князя Мышкина. Репетиции этой постановки шли в строгой секретности. Она еще до премьеры обросла слухами и наделала немало шума. Очередная провокация от Богомолова. Перед самым выпуском спектакля режиссер снял с главной роли Александра Сирина. Место князя Мышкина Богомолов решил занять сам. Комментировать ситуацию режиссер отказался. Говорит, желание выйти на сцену – его личное дело. Но на пресс-показе это желание не возникло. Князь Богомолов так и не появился. Пусть бегут, не гадёшь, пешеходы получат. Привычного князя Мышкина тоже ждать не стоит. Вместо него в спектакле будет Тьмышкин. Соединение двух персонажей Достоевского – Мышкина и Ставрогина. Должен получиться этакий князь Тьмы – Тьмышкин. Богомолов замешал свой фирменный коктейль. Понемногу из «Идиота и бесов», щепотка братьев Карамазовых и капли смерти в Венеции Томаса Мана. То, что нельзя сказать слух, выводят на экране титрами. Спектакль 18+. Некоторые, может быть, мелкие, ну, казалось бы, мелкие персонажи у Достоевского. Они объединены в какие-то некие сюжетные линии. И один актёр может играть нескольких персонажей. В одном из интервью Богомолов говорил, что делит свои спектакли на два типа – капустники и путешествия. В спектакле «Князь» музыкально-танцевальных сцен много. Вот танцует смертельный вальс Настаси Филипповна с кинжалом в груди. А это гигантская муха Барт поёт о Куджаву. Но все эти номера созданы не для того, чтобы подчеркнуть тему идеального человека в страшном мире. Это Богомолову вовсе не интересно. Главной сюжетной линии спектакля – загубленное детство. Этот спектакль не о классических персонажах романа Достоевского в том виде, в котором мы привыкли их видеть, а о, как мне кажется, той теме, которая для Достоевского является очень больной. И которая, конечно же, тема предельно откровенная. Это, по сути дела, некое насилие над детством. Это убийство и смерть детей. Это насилие взрослых над детьми. Сознанием публики Константин Богомолов всегда манипулирует смело и настойчиво. На этот раз более трёх часов. Его в спектакле никогда не обходится без эпатажа. Скандал как творческий метод. Аля Шерифовна, Александр Шаповал, Новости культуры.